Выходит на прямую связь с Грэмом. Да, вас здравствуйте. Здравствуйте. Вот хочется начать разговор с вами с такого, наверное, общего вопроса. Что сейчас вообще происходит в контексте того, что есть? Что происходит сегодня внутри российской политической системы? Я, конечно, имею в виду и гибель Пригожина, и его тайные похороны, и регулярные атаки беспилотников. Крупнейшая атака беспилотников была на днях, на аэродромскове, и продолжаются они, в принципе, регулярно. Вот что в этот период творится внутри российской политической системы, на ваш взгляд? Знаете, я бы, наверное, если вот одним словом... Наверное, не одним словом, а одним словом, если все это описать, то, наверное, это будет слово ожидание или слово, вот знаете, зависло. А если двумя-тремя словами, то это, наверное, вот это состояние можно описать как «затишье перед бурей». То есть все понимают, что до бесконечности вот то, что сейчас происходит, происходить не может. Произойдёт что-то такое мощное, что-то такое жутковатое. Знаете, как в фильме ужасов, когда вот играет музыка такая тревожная, да? А главного героя в кадре видишь, сопереживаешь ему, и ты понимаешь, что сейчас что-то там с ним случится, да? Он куда-то идёт, там, темнота сгущается, вот такая музыка, суспенс такой, знаете, такое напряжённое ожидание. Ну вот, наверное, вот в таком ожидании сейчас пребывает Россия и элиты, и народ. Значит, вот нет ощущения, что прямо всё, режим рушится прямо сейчас. Нет, не буду преувеличивать, пока такого нет. Но есть ощущение, что вот скоро что-то произойдёт. Вот не очень понятно, что именно, но, в общем, ничего хорошего. Вот ничего хорошего люди не ждут. Ни сторонники войны, ни противники. Все чем-то недовольны, все чем-то обескуражены, все напряжены. Вот, разные поводы для беспокойства. У патриотов, что власть сольёт, так сказать, войну, сыграет, как они говорят, в договорняк. Их всех пересажают, тех, кто будет возмущаться. У либералов ощущение, что репрессии будут продолжаться, и реально 37-й год придёт. Такое вот у сторонников властей, вот у самой власти ощущение, что либо нас какой-то мятеж, типа Пригожинский, сметёт. Либо народная революция какая-то, как в 17-м году будет. Либо чекисты, вот это, кстати, тоже очень сильный страх в элите, вот прямо около путинском окружении. Страх, что элиты, что силовики всё-таки репрессии развяжут настолько, что им всем не поздоровится. То есть разные страхи у разных групп населения, но у всех страхи, никто ничего хорошего вообще не ждёт. Вот я бы сказал так. Все понимают, что маячат впереди выборы президента. Они с учётом вот этого фона… То есть они сами себя успокаивают, что первый раз, что ли, выборы. Сто раз уже делали, знаем, как это делается. Но на самом деле все понимают, что Путин образца 18-го года, и Путин – это предыдущие президентские выборы, и Путин нынешний. Но это совсем два разных Путина. И система совсем разная. Тогда казалось, что система крепка, а теперь-то сначала неспособность выиграть войну, потом очень криво со скандалами, еле-еле проведённая мобилизация, потом Пригожинский мятеж. То есть раз за разом выясняется, что система только кажется, более-менее казалась, более-менее прилично, более-менее крепкая. А на самом деле, когда она сталкивается с какими-то серьёзными, более-менее серьёзными вызовами, так она оказывается не в состоянии функционировать изрядно, ну как должна, как ожидалось. Ну то есть это такая система мирного времени, но не система, способная выдержать стрессы. И именно поэтому так возмущают элиты Путин, что он сам… Это же было произвольное действие, не враг напал. Все же элиты понимают, что это он напал. То есть он сам погружает систему в хаос. Понятно, если бы на него напали, и система не справляется, ну окей, всё-таки внешние обстоятельства. А тут вот сам себе проблему создал, проще говоря. Не было забот, купила баба порося. Вот знаете, вот так. И в этом смысле никого ничего хорошего не ждёт вот такое ощущение. И Путина включает, включая Путина самого, хозяина системы, казалось бы, бенефициара системы. Если до Пригожинского мятежа ещё казалось, что эти страхи, они были, и до этого были страхи, но они не были такие конкретные, такие яркие, то Пригожинский мятеж показал, что всё на песке стоит на самом деле. Да, ведь совершенно очевидно, что ни силовики не справились с задачей защиты системы от мятежа, то есть пришлось откупаться от него, от Пригожина в буквальном смысле слова. Ни политическая система Единая Россия, ни одного человека из тех миллионов, которые якобы являются её сторонниками, не вывела на площади. Напомню, что это классика жанра, когда происходит попытка военного переворота. Возьмите, допустим, Каповский путь Германии, классика жанра 100-летней давности, или совсем недавнее событие в Турции, 2016 год, если слишком далеко в историю уходить не хотим. Всегда значительная часть, большая часть гражданского общества, во всяком случае в горожане, в городах, всегда отвечали на попытки военных мятежей, массовыми протестами, массовыми демонстрациями. В Каповский путь в военном смысле слова удался, но он потерпел неудачу буквально за несколько дней, неделю, если не ошибаюсь. Все военные выступили против вейморского правительства, понимаете? Но была объявлена всеобщая забастовка, и военные, пришедшие в физическом смысле слова к власти, не могли ничем управлять. То есть не работало вообще ничего. Они всё контролировали, и ничего не работало. И через неделю они просто рохнули. То есть сами солдаты, которые их привели к власти, начались роптания, брызжания, так сказать, и руководство путча поняло, что лучше сваливать, и уехали за границу, убежали. То есть и такого ничего у нас не было, понимаете? И при том, что на всех выборах без всякого стыда рисуются по 80%, 90% собрались уже рисовать, понимаете? Вот, поэтому система, в общем, в преддверии какого-то жуткого, чего-то жуткого, хотя, по-вторых, никто не понимает, как это жутко будет выглядеть. Вы сказали о том, что Пригожинский мятеж показал, что система эта стоит на песке, но ведь этим песком его и засыпали, если в метафорическом, да даже и в прямом смысле так, если рассуждать. Пригожина засыпали, вы имеете в виду, да? Да. Ну да, конечно. Ну то есть Пригожин, очевидно, что дело до ума не довёл. То есть он, в принципе, мог продолжить поход, он мог взять Кремль. Вот сейчас мало сомнений, что он мог это сделать. Вот как они его ни в Ростове не остановили, ни до Аки он дошёл практически, до границ с Московской областью, там не остановили, так и на входе в Кремль его не остановили. Все эти ребята хороши только студентов безоружных палками разгонять, понимаете? Вот. И он мог реально устроить вторую Хованщину, как вот первая Хованщина была в момент, когда Пётр I приходил в класс, когда он ребёнком ещё был, когда стрельцы захватили Кремль и управляли страной, по сути, да, такой, стрелецкое, по сути, правительство было какое-то время там, да. Вот Пригожин что-то такое мог устроить, но он же сам этого не сделал, он сам струхнул. Вот. И поэтому он, да, он проиграл, безусловно. Но перед тем, как проиграть, он показал, что система вот на песке стоит. Да. Поэтому теперь понятно, что найдётся кто-то следующий и пойдёт чуть дальше, чем Пригожин, понимаете? Вот никто не может гарантировать, что это не случится. Системное какое сделанное действие, чтобы вот этого не произошло? Ну, во-первых, Вагнер разрушили, да, но опять же власть, да, себя обезопасила от мятежа со стороны вагнеровцев, но точно так же она ухудшила своё положение на фронте. Напомню, Вагнер хоть чуть-чуть воевал, так сказать, да, хоть какие-то результаты добивался. Вся остальная армия, она что-то отступать умеет, понимаете? И в этом смысле, решив одну проблему, Путин создал себе другую. Решив внутриполитическую одну проблему, Пригожина, создал себе проблему на фронте. Вот. К тому же надо понимать, что вот этот, в буквальном смысле, свинское, значит, по отношению, с точки зрения вот этого патриотического сообщества, отношение к пригожинцам, к вагнеровцам, да, когда их сейчас там в кладбище сравнивают с землёй, отказывают во всех социальных этих выплатах, значит, там масса жалоб по этому поводу, хоронят героев России, значит, под покровом ночи, тайком буквально, отказывая на всяких почестях, вот, которые были обещаны, там, законы принимались с пафосом, по телевизору всё это показывалось, да. Ну, то есть, кидая совершенно, вот, называя вещь своими винами, как это у нас народ называет, да, вот, кидая совершенно конкретно вот тех людей, которые кровь проливали за Путина, за Россию, так сказать, за единую Россию, вот. Конечно, власти ухудшают своё восприятие, свои котировки в среде вообще вот всех тех, кто воюет. Все на фронте же это видят и понимают, что сегодня ты проливаешь кровь ради них, они тебя хвалят, хлопают по плечу, а завтра тебя же самого спишут в утиль, да, и всё, и твои дети не шевродами останутся. Понимаете, ну, кому охота в такой ситуации кровь проливать? Поэтому моральный дух армии, значит, такой вот, ну, плохенький. Видно же, что пятятся под напором, значит, численно уступающей им группировке противника. Ну, где это видно вообще-то позоришься, строго говоря. Да, когда маленькие наступают, а большие, значит, отступают, и при этом ещё победные сюжеты по телевизору показывают. Это вообще вот, скажем, войдёт в историю, значит, человечество, какой-то, знаете, апофеоз абсурда вообще, апофеоз глупости. Какой-то гигант напал на малыша, получает от него люлей от малыша, да, и при этом успевает ещё, значит, хвастаться, значит, какой он великий вояка. Вот, в общем, вот, как-то так у них. Ну, вот вопрос, который к вам приходит, в частности, Дмитрий Спроштабас, а где проходят триггерные точки, когда режим Путина может обрушиться, и можно ли их вообще нащупать, эти точки? Хороший, хороший очень вопрос, но как свидетельствует история, как раз вот триггеры, они всегда совершенно случайные, совершенно неожиданные получаются. Да, когда-то в Германии, например, берлинская стена была разрушена, потому что там пограничники, ну, вот триггером послужило то, что пограничники застрелили там молодого пацана, который пытался границу пересечь. Случайно застрелили, в общем-то, ночью. Значит, в 17-м году у нас в феврале всё полыхнуло, и империя рухнула. И, значит, формальным поводом послужил просто хлебный дефицит в Петрограде, там в течение недели хлеб не завозили. Там не было такого, прям в буквальном смысле слова, голода. Но да, были очереди, были растущие цены, были транспортные проблемы, то есть хлеб в стране был, то есть его просто какое-то время не подвозили в Петроград. И всё, и полыхнуло, и система рухнула. Любую революцию возьмёшь, ты всегда видишь, что формальные поводы почти никогда не совпадают с реальными причинами. То есть есть фундаментальные причины, которые создают революционную ситуацию, а полыхнёт из-за какой-нибудь ерунды. Помните, с чего началась арабская весна? Вот этот торговец с фруктами Мухаммед Буазизи себя поджёг. Кто его знал? Никто его не знал. Он провинциальный торговец с фруктами. В прошлом году в Иране, помните, весь Иран на ушах стоял три месяца, никогда не было в исламском Иране протестов такого масштаба, как в прошлом году. Несколько десятков силовиков были убиты. То есть протест уже стал приобретать формы вооружённого восстания где-то в каких-то местах. Мулы, которые во время зелёной, так называемой зелёной революции 2009-го, если не ошибаюсь, где-то 2008-2009-2010-е годы массовые протесты были во время избрания компании Ахмадинижада из-за фальсификации. Мулы, которые в тот момент были на коне, то есть даже протестующие кричали «Аллаху Акбар!». То есть они протестовали против фальсификаций, но они ни в коем случае не осваивали, не оспаривали статус Исламской Республики. То теперь мулы прятались в прошлом году. Люди на улицах, если видели мулу, они его избивали. Сбить тюрбан, записать этот TikTok, выложить, сбить тюрбан с мулы, подбежать под затыльников им надавать, это мода у молодёжи была прошлой осенью. Поэтому все мулы жаловались, что на улицу мы не можем быть в своей одежде. Они в гражданке ходили. Всё это полыхнуло после смерти Макса Амини, которую вообще никто не знал. То есть обычно какая-то провинциальная девушка из Курдистана. И вдруг раз, и полыхнуло. Поэтому это всегда какая-то случайная история. Знаете почему? Потому что власти выстраивают систему защиты от основных угроз. Любой человек знает, что если он сейчас будет голосовать против фальсификации на выборах, то у властей уже отработаны механизмы. То есть тезисы у пропагандистов уже есть, что Майдан пытаются устроить, Госдеп и так далее. И значит, ну по накатанной силовики уже настроены. И тот по накатанной прям пойдёт и закатает в асфальт. А когда вдруг что-то совершенно другое произойдёт, то у людей появляется ощущение, что мы в своём праве. А что, и по этому поводу ещё нельзя возмущаться? То есть поэтому обычно неполитический протест. Протестовать, начинать с неполитического протеста психологически легче, потому что кажется, что это не та вещь, которая должна подвергаться репрессиям. Ну то есть здесь мы как бы в своём праве. То есть когда ты выходишь на улицу протестовать против, условно говоря, фальсификации на выборах, то ты как бы вступаешь на территорию власти. И власть обороняется. А когда ты протестуешь против, допустим, высоких цен, то тебе кажется, что ты в своём праве. Ну то есть власти... Я не покушаюсь на вас, на ваш кусок. Ну вы-то мне тоже там социальный контракт, где выполните его условия. Понимаете? То есть легче вот в этот момент взорваться. А дальше это всё очень быстро политизируется. То есть вот как только толпа собирается, ну это вот феномен толпы, он хорошо известен, давно описан. Там чувство такой анонимности появляется, и люди становятся смелее. То есть я не сам по себе как индивидуум отдельный, я часть большого коллектива, часть массы. И в этой ситуации уже политизация происходит очень быстро. Буквально в течение одного-двух дней. Поэтому триггер предсказать крайне сложно. И момент, когда полыхнёт, тоже предсказать невозможно. Напомню, Ленин в январе 1917 года говорил о том, что до революции он, возможно, не доживёт. Его поколение революционеров не доживёт. А через месяц, как известно, революция случилась. Понимаете? И несколько групп факторов должны совпасть, чтобы триггернуло. То есть одновременно должны происходить события, которые порождают две группы эмоций. Во-первых, должно быть что-то из серии, что-то, что породит ощущение. Я больше не могу на это смотреть. Я сам себя уважать не буду, если я сейчас не выступлю против. Ну то есть власть, очевидно, что-то должна сделать. Либо какую-то несправедливость очевидную, либо какое-то допустить поведение по отношению к гражданам, слишком наплевательское. Ну что-то возмутительное должно быть. Это одна часть истории. Но одновременно должно происходить что-то, что породит ощущение, что власть проигрывает, что она слабеет. И протест, соответственно, не бесполезен. Вот я про Иран вспоминал, про прошлогодние события. Там триггернуло ведь помимо смерти Макси Аминьи, потому что помимо смерти Макси Аминьи одновременно широко распространились слухи, что Айаталлах Аминьи, верховный рахбар, верховный правитель, находится при смерти. Он исчез из эфира. Он очень старенький. Ему тогда было 84 года, по-моему. 83 или 84. И он, несколько недель его не было видно, он не появлялся нигде. И поползли случаи, что он при смерти лежит, на смерть Мадри уже. И, соответственно, а это всего лишь за всю историю Исламской Республики. Он второй верховный рахбар. То есть, на самом деле, прецедентов смены верховного рахбара, верховного правителя, он всего один был. В 80-м, ой, извините, в 89-м году, как Айаталлах Аминьи умер, на его место пришёл. Айаталлах Аминьи. Вот. И всё. После этого... То есть, понятно, что смерть этого нового Айаталлы, она способна очень сильно дестабилизировать систему. Да, вот это... То есть, прецедента нет, не знаю, как это всё будет происходить. Соответственно, ощущение, что система будет дестабилизирована очень сильно. Там внутриэлитные расковы тоже очень сильные в Иране. Вот. И, соответственно, возникло ощущение, что слабеет система, пришла в точку неустойчивости, нестабильности. А тут ещё вот совсем озверели. Девушку забили насмерть просто из-за того, что она платок на затылок сдвинула, и у неё волосы, прядь волос, так сказать, была видна. Но это то, что у них девушки до недавнего времени считали возможным. То есть, знаете, там, на самом деле, как бывает вот в Иране очень типичная история. Сначала какие-то послабления допускаются, власть вроде как слабеет, а потом вдруг резко начинает закручивать деньги. Это произошло вот за год до этой истории. Там избрался новый президент, очень консервативный. До этого был такой умеренный. А тут пришёл Раиси, такой очень консервативный. И он запретил, чтобы волосы вообще видны были из-под платка. Ну, есть вообще просто совсем как в Средневековье надчадроидность этот платок. А эта девушка, она вот как по старинке, так как год назад, она сдвинула на затылок, и у него прядь волос торчит спереди. Не всё её за это полиция нравов арестовала и избила до смерти. И вот полоснула. Но, опять говорю, не только это событие, но ещё и слухи о том, что значит, Айтала умирает, и Верховная Айтала умирает. И вот поэтому в нашем случае триггером что-то связанное с выборами может быть. Мобилизация может стать. Может стать значит какой-то там я не знаю, всплеск инфляции, например. А может быть что-то совсем такое не имеющее отношения к большой политике. Поражение на фронте очень сильно конечно будет всему этому способствовать. Особенно если наложится например вот сейчас выборы пройдут ЕДГ, понятно, что до ЕДГ мобилизацию они объявлять не будут, но сразу после ЕДГ могут её объявить. А если в этот самый момент ВСУ например опрокидывает где-то там значит нашу группировку и идут вперёд да и вот тут то есть очевидно военное поражение да плюс мобилизация и что ехать своими телами затыкать дыры, которые возникли в результате бездарности путинских генералов все же помнят как Пригожина их хвост и в гриву так сказать чехвостил-то ну вот и у народа возникнет законное ощущение, что дойдите к чёрту ребят ну сами воюйте вот и вот может полоснуть тоже теоретически а повторюсь а может быть как это вот часто бывает и вообще не связанное с политикой события будет больше ничего не могу сказать к сожалению но слухи о том что Путин смертно мадре они уже давно распространяются и в частности вот мы говорили с политологом Валерием Соловьём он тоже настаивает на то что Владимира Путина вообще не будет в политической жизни России уже к концу года то есть Валерий Соловей регулярно такие прогнозы даёт которые может быть кому-то кажутся неправдоподобными кто-то верит но тем не менее его мнение таково вот что касается плана есть ли у Кремля в Кремле план на случай смерти Владимира Путина как вы сказали вот если не может быть параллель не-не-не ну понимаете это персоналистский режим сама мысль о том чтобы начать готовиться к жизни после начальника она настолько кощунственна что никто не может её себе позволить понимаете то есть как только вот что-то такой Путин сам может себе позволить сказать мужики так ну давай обсудим как вот будем действовать когда меня не будет они все вот если кто-то из них не бросится в этот момент на коленях со словами начальник упаси тебя Бог о чём ты говоришь даже страшно подумать как ты можешь такое говорить живи вечно мы так сказать для тебя вся медицина всё-всё в твоё распоряжение вот кто этого не сделает всё пиши пропало скоро выдавят он спёкся и поэтому они все будут вот это делать каждый из них оставшись наедине с собой или там с женой своей например может обсуждать что-нибудь подобное но не более широкий круг понимаете поэтому нет у них никаких планов я вас уверяю это природа персоналистского режима в этом как раз и заключается его проблема почему эта статистика почему персоналистские режимы очень плохо переживают смену лидера автократии же не обязательно персоналистские бывают бывают военные хунты военные режимы бывают то что в политологии называется однопартийный режим вот советский союз у нас был вот они там момент передачи власти там есть какие-то институты всё-таки момент передачи власти там ну обычно более гладко у них всё-всё в этот момент проходит а у персоналистских режимов прям серьёзная проблема вот то есть он как бы заново должен родиться потому что я извиняюсь я в новом доме у меня вот тут сверлить начали поэтому не сильно мешает такой есть на фоне но вас хорошо слышно поэтому мы всё можем разобрать и всё в порядке ну хорошо ну вот как раз да если говорить об этом у нас много вопросов пришло ещё в нашем телеграм-канале и в частности вот один из них Ольга спрашивает нет подождите не Ольга а тут другой был который я хотела бы задать как раз вам по поводу по поводу вас но задам пока другой вот в частности про выборы как вы думаете для чего или для кого режиму до сих пор нужно проводить выборы спрашивает Илья и Ольга спрашивает Абас а как вы считаете имелит ли смысл вообще в России в этих выборах участвовать сейчас ну это два совершенно разных вопроса поэтому если хотите давайте сначала отвечу на один потом на второй значит зачем режим проводит выборы очень хороший вопрос потому что действительно кажется иногда ну вот у тебя есть все силовики да и ты любое недовольство можешь подавить поэтому за каким чертом нужны выборы а за таким чертом что нельзя зависеть от силовиков ты не должен превращаться в человека который держится исключительно на их штыках потому что тогда это будет Рим эпохи притарианской гвардии знаете когда других источников легитимности кроме силы ну штыков тогда не было конечно но вот копий мечей притарианской гвардии других источников легитимности не было так они притарианцы меняли императоров там как перчатки иногда ну два может иногда три раза даже в год были по-моему какие-то моменты пять что ли императоров за год они меняли вот я сейчас точно не помню давно когда-то читал ну то есть это прям непрерывная чехарда и ни один из этих императоров своей смертью не умирал вот поэтому вот превратиться в такого нельзя поэтому ты ты должен избираться напрямую иметь мандат от народа желательно не фальсифицируя потому что если ты фальсифицируешь выборы то ты тогда впадаешь в зависимость от правящей бюрократии тоже проблема вот по-настоящему сильным правителем ты будешь когда ты по-настоящему популярен по-настоящему честно выигрываешь выборы тогда ни один из министров вице-премьеров руководителей совбеза администрации президента не почувствует что так сказать ты на него опираешься твоя власть от него зависит я могу тебя поменять могу тебя могу тебя любого могу поменять и у меня все нормально у меня с народом напрямую это вот понимаете вот это вот ощущение Путин же на протяжении долгих лет был по-настоящему популярен и вот именно Путиным вот тем великим Путиным которого мы знаем так сказать он стал благодаря тому что он в глазах элит был почти волшебником понимаете он умел каким-то образом нравиться людям элиты же знают что народ их ненавидит что он им завидует да и вообще мечтает когда-нибудь так сказать на вилы поднять да за вот эту коррупцию за гламур этот прошлую роскошь и народную нищету вот и вот вроде как бы народ такой нас всех ненавидит а Путин вроде как бы один из нас а вот он умеет народу нравиться идет на выборы выигрывает вот народ его боготворит вот магия прям какая-то понимаете и вот именно это ощущение что Путин умеет чего-то чего не умеем мы и сделала Путина Путиным а если он избирается всего лишь нашими руками потому что мы протоколы переписываем ну так такое отношение будет соответствующий понимаете ну вот поэтому автократы по-настоящему умные автократы пытаются при том что могут править исключительно опираясь на силовиков но они понимают что это только на какой-то момент до какого-то момента поэтому они всегда сохраняют систему выборов и стараются максимально честно максимально легитимно и Кремль старается максимально легитимно и сейчас это все делать я сам работал в системе я очень хорошо помню как значит от нас например когда я отвечал за выборы в Башкирии я работал заместителем главы администрации президента Башкирии вот как Кремль добивался от нас чтобы мы побеждали электорально не за счет фальсификации да они они вызывали нас к себе приезжайте со стратегией избирательной кампании и рассказывайте как вы будете значит убеждать народ и ты приезжаешь там докладываешь стратегию они тебя слушают и с тобой спорят значит пытаются тебя подловить на том что ты на самом деле им фейк впариваешь а на самом деле просто фальсифицировать хочешь вот до Болотной значит при Суркове в принципе Кремль не очень сильно выникал в то как регионы обеспечивают себе результат ну обеспечил нормально после Болотной ситуация очень сильно изменилась то есть Кремль понял что фальсификация штука не безнаказанная да и может породить проблемы и после этого они стали вот типа давайте везите сюда стратегии докладываете кураторов время от времени присылают во время избирательной кампании те там приезжают ездят смотрят вынюхивают пытаются понять честно вы побеждаете и честно мы там в регионе побеждаем или фальсифицируем выборы как-то так вот как раз ну наша зрительница также спросила о том а стоит ли вообще участвовать в этих выборах ну здесь наверное короткий ответ ну кому оппозиционируют не очень понятно оппозиционным кандидатам или участвовать как голосовать избирательно ну скорее участвовать в плане голосования я могу предположить вряд ли наша зрительница имеет ввиду какую-то политическую карьеру смотрите вот в ситуациях когда выборы фальсифицируются набор кандидатов ограничен очень часто возникает чувство что бесполезно конечно идти и голосовать и на самом деле ну часто бывает бесполезно действительно но вот универсального рецепта здесь не существует все зависит от ситуации если это момент когда есть возможность участвовать в политике каким-то другим образом например уличный протест в этот момент вот как выборы лета 19-го года в Москве было например массовые протесты конечно протест более эффективная форма политического участия если на улице есть протест если разворачивается в стране мощная забастовочная волна например и в этот момент кто-то говорит да это ерунда вот скоро выбор надо идти на выборы то конечно такого человека надо посылать к черту такого советчика в этот момент значит когда есть когда есть задействуется механизм прямого натиска как это Ленин называл революционного натиска конечно надо предпочитать такие механизмы но в ситуации когда ничего такого нет когда нет вот этого прямого натиска нет забастовок нет уличного протеста как в нашем нашем случае сейчас и когда альтернативы участию в выборах становятся просто сидение на диване то тогда надо идти участвовать в выборах просто по принципу то есть если есть яблочник за яблочник в некоторых муниципальных компаниях региональных есть яблочные кандидаты яблочники откровенно против войны они это говорят открыто вот и поэтому за яблочник если нет яблочника там окей за коммунистов за новых людей за любую партию то есть любой кроме Единой России помимо Единой России да по вопросам войны и там внешней политики в целом США и так далее и НАТО разницы между коммунистами и единой России например нет а по вопросам внутренней политики они есть да пока доминирует в повестке внешняя политика мы подзабыли про эту разницу а в момент когда доминировала политика внутренняя например по вопросу путинского обнуления всего три года назад было значит коммунисты же голосовали против то есть они в Госдуме проголосовали против вот этой поправки Терешковой и во время всенародного голосования они призывали своих сторонников голосовать против да и в этом смысле принципиальная разница уже между коммунистами и между Единой Россией да, Кремль научился в какой-то момент ломать коммунистов чем больше у коммунистов будет голосов тем сложнее Кремлю будет их ломать разве не отвечает задачам оппозиции конфликт внутри властного лагеря вот между Единой Россией и КПРФ потенциальный конфликт всегда есть чем сильнее чувствуют себя коммуницы чем более независимы они тем больше шансов что они в какой-то момент пошлют Единую Россию, пошлют Кремль вот и это станет поводом для того чтобы значит ну по поводам которые свалит режим знаете как в Польше коммунистический режим рухнул да, вот это первая сторона соцлагеря где это произошло там солидарность с помощью забастовки волны забастовочного движения выбила себе право участвовать в выборах Валенца согласился участвовать в выборах выборы были очень куцые ну то есть правила были оформлены так что оппозиция ну практически не могла победить неожиданно солидарность буквально порвала правящую партию несмотря на вот апатию вот Валенца описывал апатию избирателей поначалу они они все-таки выиграли и стали формировать и получили право ну то есть они они впервые прошли в парламент независимые фракции вот и и там стал вопрос кого назначать премьером какого сделают новый сейм премьер а там помимо правящей польской рабочей партии были еще две партии я сейчас не помню их названия они такие сателлиты ну типа вот наших там КПРФ там ЛДПР ну такие вот то есть всегда там на представном стульчике около правящей партии и в этой ситуации когда в совокупности голосов солидарности и представителей двух этих системных партий условных там ЛДПР и СССР местных которых никто за оппозицию то не воспринимал они всегда на протяжении десятилетия дублировали порп правящую партию и вдруг в этой ситуации Валенца к ним обращается и говорит ребята а давайте вместе создадим коалицию правительство кидайте этих порпусов чертовой матери лидеры этих партий сателлитов ну они старые такие вот а-ля зюганов такие значит бонзы они не в какую вы что а молодежь в этих партиях вдруг такая говорит а действительно а почему нет война вот надавили на своих этих стариков снизу и те поддались и объединились с солидарностью и вдруг премьером становится не коммунист понимаете впервые за сколько получается там 50 лет 40 лет ну тут с момента установления режима значит то есть вчерашние абсолютные сателлиты как вот мы привыкли воспринимать КПРФ или там новых людей да как говорят та же самая Единая Россия только как это те же яйца только вид в профиль что ли как-то так извините за выражение там рассказывается вот и значит вдруг вот такой такой фортель выкинули поэтому да это не идеальный вариант конечно лучше сразу за Навального проголосовать но если Навального в бюллетене нет а альтернатива просто сидеть на диване ну тогда сходи и проголосуй хотя бы за коммунистом вот может и не будет но в конце концов а тебе что терять еще вопрос есть в нашем телеграм-канале еще есть звонок попробуем его конечно принять но сейчас задам вопрос из телеграма Абас Радикович если вернуть время назад в нулевые вы бы стали сотрудничать с режимом Путина спрашивает наш зритель или считаете что он был тогда другим и изменился только с 2014 года в какой момент вы поняли что страна движется не туда ну на самом деле первый раз я ушел из Кремля я же два раза работал на Путина значит первый раз к самом начале его первый срок он только пришел значит я через полгода после того как он избрался осенью получается 2000 года я пришел к нему там год проработал потом и мне уже тогда ну многое не нравилось уже атака на НТВ значит потом вот это вот разгон Совета Федерации явный демонтаж федерализма такой который пошел дальше чем было нужно то есть до какой-то степени страна нуждалась в централизации безусловно нужно было восстанавливать управлять управляемость системы до какой-то степени но уже было становилось понятно что Путин идет дальше чем нужно вот я первый раз ушел и пошел к Немцову значит работать ну вот это отвечало моим либеральным убеждениям а в 2008 году например когда Путин несмотря на все там предупреждения что нет конечно он перепишет конституцию и пойдет на третий срок он этого не сделал и выбрал в качестве преемника на тот момент либерального Медведева который говорил о модернизации о том что свобода лучше не свобода вот что Запад друг если почитаете Медведева того времени 2008 года вы вспомните ну вы удивитесь мы привыкли его сейчас воспринимать как кровавого клоуна да тогда то он был нормальный и ну коррупционер конечно да но но в целом стратегия у него была вот стратегическое видение перспектива развития страны но у него было правильно и я я тогда вернулся когда они меня снова пригласили к себе потому что ну в тот момент там всем казалось что да были эксцессы но они вполне возможно уже остались позади то есть где-то там система централизовалась восстановила управляемость а теперь постепенные реформы такое постепенное движение вперед ну это было не исключено уже да вот то есть это было вот волнами то есть какие-то моменты появлялись проблемы и это было в самом начале вот потом в какие-то моменты казалось что в целом система выправляется ну то есть ты никогда не знаешь ты ты можешь зафиксировать то что вот есть на сегодня а значит то что есть завтра ты ты в этом не можешь быть уверен вот потому что когда например Франко умер и в качестве преемника пришел Хуан Карлос и значит на там ее ну и и прочие франкисты там да правительство франкистское никому в голову не приходило что это те самые люди которые демонтируют франкистский режим казалось они будут обеспечить его продолжение его функционирования а они за несколько лет демократизировали Испанию превратили ее из авторитарного консервативного высшей степени такого затхлого затхлых заборков Европы превратили в современную быстро модернизирующуюся значит полноценную демократию вот мне ничто не предвещало казалось бы а вот раз и случилось вот поэтому ну вот даже после 14 года в какие-то моменты значит можно было предположить что на самом деле ну там ну и еще не все потеряно ну вот я для себя в 18 году окончательно понял что вот когда я принял решение увозить семью из России вот когда когда я почувствовал что ну нет все-таки не на те рельсы встали это стало понятным значит где-то ну вот после того как Путин переизбрался летом началась вот эта вот пенсионная реформа да и в ответ Кремль начал закручивать гайки ну и вот 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 это для меня это последним камнем стало таким последней каплей до этого мне в какие-то моменты еще казалось ну то есть да в целом все хуже и хуже но казалось что еще не безнадежно вот после 18 года я на всякий случай решил что ну нет видимо ближайшие годы то есть я в стратегическом плане я абсолютно оптимист то есть все равно Россия станет полноценной демократией и это случится не так не через 50 лет и даже не через 10 быстрее да но тогда я понял что несколько лет как минимум будут очень мрачными вот в 18 году я для себя так решил сейчас это еще более очевидно что конечно какое-то время будет очень мрачно но в целом вот этот авторитарный путь развития он себя практически исчерпал поэтому он ненадолго ну вот у нас есть двонок не знаю сколько мы успеем ли мы его принять у нас ждет уже следующий гость очень коротко попробуем попросить нашего зрителя задать этот вопрос здравствуйте как вас зовут и откуда вы и попросим вас коротко спрашивать то что вы хотели да здравствуйте Антон Санкт-Петербург у меня два вопроса хорошо первый вы говорите Аббас Радикович про преемника но ведь преемник если это будет например условный Собянин условный его будет ненавидеть условный Патрушев условный Ковальчуки и у народа у народа не будет такого кредита доверия как сейчас к Путину мне кажется что все снова развалится и второе вы очень часто говорите про после России ну Россия после СВО будет как Германия после Второй Мировой а почему Второй Мировой почему не Первой Мировой когда дети вырастут по этим новым учебникам и скажут ну сейчас мы покажем как нужно воевать если сможете скажите когда вы считаете точкой невозврата СВО 14 год Крым или раньше спасибо спасибо три вопроса ну вот может быть тоже вас слушайте оперативно последний последний самый простой точкой невозврата это 24 февраля на самом деле до этого в любой момент можно было отыграть назад и был шанс что отыграет назад вот почему Германия Второй Мировой а не Первой Мировой потому что вот сейчас исчерпанность этого силового пути авторитарного пути сильной руки настолько очевидна даже массовая именно массовая аудитория что повторять они просто не захотят вот Путин в этом смысле сотворил благо он слишком долго всем этим злоупотреблял вот этим имиджем значит сильного правителя ну то есть эксплуатировал вот эти наши российские архетипы законный порядок жесткой рукой демократия к нам не подходит он так долго все это эксплуатировал и в результате довел до такого коллапса когда значит страна очевидным образом прям вот такая очень по диалектически страна которая 25 лет милитаризовалась бряцало оружием оказалась не в состоянии победить маленькую Украину вот это настолько очевидно что вот исчерпанность самого этого варианта самого этого сценария силового что люди не хотят пойти по нему вот эта социология последних лет это показывала и сейчас вот я фокус группы я о них писал значит после Пригожинского мятежа тоже совершенно отчетливо это показали не хотят люди то есть нету вот этого что типа нужен кто-то более сильный нет дискредитирован сам идеал вот этой силы вообще вот это знаете примерно как было в 90-е годы когда люди разочаровались в демократии в идеалах реформ они же не стали искать другого реформатора помимо Ельцина нет они сказали что вот все реформы вся демократия это ерунда вот сейчас то же самое не будут искать другого Путина то есть просто в целом путинизм вот это авторитарный сценарий авторитарные пути развития особые ценности там особый путь вот этот российский все что они вот это вот любят все это чушь вот это все ерунда это себя не оправдало это вот мы слишком мы знаем чем это чревато вот экономика в упадке что с рублем происходит видите инфляция там народ реально нищает значит сейчас еще новая волна мобилизации новые там значит гробы страх повальный страх репрессий которые тоже никому не нравятся вот все это вот в совокупности создает ощущение что нет never again как говорится больше повторять вот этого мы не хотим в этом смысле про Путина можно сказать словами значит Мефистофеля Гёте я часть той силы что вечно хочет вечно хочет зла и вечно творит добро вот Путин метафорически выражаясь в принципе творит зло но в конце концов это зло оборачивается благом если конечно вывести за скобки судьбы поломанные судьбы конкретных людей эти многочисленные жертвы которых к сожалению все больше но если вот смотреть не с этой точки зрения такой гуманистической а с точки зрения политической исторической то Путин в принципе дискредитируя вот это все сейчас создают предпосылки к тому чтобы россияне сказали а не все хватит не с первого раза никому не удавалось демократизироваться не надо говорить что вот мы не смогли раньше все попытки были неудачными значит и дальше будет неудача но нет Испанию я сегодня упомянул так она лет до вот этой реформы до этих реформ Хуана ой господи король у них Хуана Карлуса Хуана Карлуса да и это Адольфо Суарес премьера который реформировал Испанию в постфранкистскую вот до этих реформ на протяжении ну как минимум 150 лет где-то с начала 19 века там масса попыток либерализации там разные революции значит десятки наверное попыток были да неудачными а потом раз и получилось всегда так сначала не получается а потом раз и получалось с первого раза ну я не знаю может только Америку можно посчитать что вот американцы ну так они изначально возникли по сути как ну так в значительной степени как демократия да а вот уникальная история а все остальные демократизировались там через пень-колоду не с первого раза Хантингтон даже называет есть такая у него отдельная категория демократия второй попытки и он говорит что демократия второй попытки более удачна чем демократия первой попытки то есть опыт предыдущий неудачный опыт предыдущий ложится в основании стратегии новых реформаторов которые пытаются избежать ошибок предшественников своих вот и в этом смысле ныне будущим российским реформаторам будет легче условному Навальному Яшину там Гудкову будет легче чем тем кто реформировал Россию в 90-е годы так и там мы в обратно последовательность первый вопрос Абас ну может быть оставим его для нашего следующего включения поскольку времени уже не осталось спасибо благодарим вас за то что сегодня вы нашли время выйти в прямой эфир нашей программы Абас Галямов был на прямой связи с ГРЭВом продолжаем наш эфир у нас сейчас